Последняя сессия Совета народных депутатов началась с приятного момента. Председатель СНТ Александр Брянцев вручил благодарственные письма Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, главе района Зауру Хамирзову, депутатам Алию Пшихожеву и Алию Коблеву. Благодарственные письма главы Республики Адыгея за активное участие в организации 8-го республиканского фестиваля «Адыгейский сыр» были вручены Асланбечу Псапитову, Заре Метлиновой и Наиле Шакировой. За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи со столетием органов ЗАГС Российской Федерации почетными грамотами были награждены Нафисет Байкулова, заведующий отделом ЗАГС Кашхабского района и Шамсет Цеева, старший специалист отдела. Далее депутаты приступили к рассмотрению текущих вопросов. Об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев текущего года рассказала заместитель главы района по экономике Марета Тугланова. Органы местного самоправления Кашхабского района были ориентированы на максимальное улучшение условий введения инвестиционной и предпринимательской деятельности, чтобы бизнес мог успешно работать, получать прибыль, создавать рабочие места и платить налоги в бюджеты всех уровней. Немаловажное значение уделялось вопросам реализации маски указа президента в области достижения плановых показателей в сфере оплаты труда работников, образования, культуры и спорта. В числе приоритетных направлений развития района были и остаются вопросы реализации муниципальных инвестиционных программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Промышленность и малый бизнес. По итогам за 9 месяцев 2017 года объем отгруженной товарной продукции, работу суд собственного производства по крупным и средним, а также малым предприятиям, охваченным статистическим наблюдением, составил 1,263,000,000 рублей. При прогнозном показателе 1,251,000,000 рублей. Исполнение прогнозных показателей составляет 100,9%. Темп роста составляет 77,9% уровня аналогичного периода прошлого года. Экономический рост и повышение уровня жизни населения невозможны без свободного развития малого и среднего бизнеса. Именно предпринимательский сектор вовлекает в экономику незанятую рабочую силу, позволяет нам более оперативно и гибко удовлетворять потребительский спрос, расширять и поддерживать конкурентную среду и рыночные отношения. Сегодня малый и средний бизнес района – это 114 малых и средних предприятий, а также 680 индивидуальных предпринимателей, где трудится 1114 человек. Один из главных вопросов повестки дня касался главного финансового документа района на предстоящие три года. Начальник управления финансов Аслан Дагужиев подчеркнул, что бюджет Кашхамского района на ближайшие три года направлен на обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств. В завершении сессии глава района поблагодарил всех депутатов за плодотворную работу. Я хотел бы поздравить всех вас с наступающим Новым годом, счастья всем, благополучия, чтобы мы всегда вот так дружным коллективом, сплоченным, всегда провожали, встречали Новый год. Всем вам я очень благодарен, очень ценю всех вас еще раз. С наступающим Новым годом, благополучия всем. С наступающим Новым годом присутствующих поздравили председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев и его заместитель Мухарби Курашинов. Присоединяюсь к поздравлению с наступающим вас. Крепкого здоровья желаю всем успехов всегда и во всем. Новый год, чтобы был счастливым для всех. Достаток каждой семьи, исполнение всех желаний. Уважаемые депутаты Брянцева, не могу так же не присоединиться к пожеланиям бывшим временам и докладчикам, что здоровья, счастья, благополучия всем жителям нашего района, всем сидящим в этом зале. Много было хороших и добрых дел у нас в следующем году. Всем счастья, добра, всего самого наилучшего. С наступающим Новым годом. На сессии были рассмотрены и другие вопросы. По всем вопросам вынесены соответствующие решения.